Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я к вам прихожу со самыми свежими новостями. Поэтому, если вы граждане Беларуси, либо же у вас есть друзья, которые живут в Беларуси и собираются переезжать в Польшу, то эта тема будет сегодня актуальна именно для вас. Итак, как вам уже известно, что сейчас происходит ситуация, не самые шикарные новости мы слышим каждый день, да, поляки стараются как-то помочь беларусам. Жаль, что такого не было в 2014 году. Возможно, что-то и было, но как-то я не сильно об этом слышала. Сейчас же беларусам хотят очень сильно помочь Польша, и она с 1 декабря вводит некоторые правила, некоторые изменения в законы, а также беларусы смогут получить единоразовую финансовую помощь. Об этом мы сегодня поговорим с вами в этом видеоролике. Итак, давайте сначала всё по порядку. Вы знаете, что сейчас выходит новый закон, который вступает в силу с 1 декабря. Его президент подписал 16 ноября, и через 14 дней, то есть уже 1 декабря, он вступит в свою силу. Люди, которые имеют гуманитарную визу, будут иметь возможность работать на территории Польши с разрешением на работу. То есть иностранцы, которые раньше приезжали на территорию Польши, имея визу D02, либо же там D23, по гуманитарным целям не имели права работать на территории Польши. То сейчас это изменение будет касаться всех с 1 декабря. Но, конечно же, оно больше коснётся людей из Беларуси, так как они сейчас могут получить гуманитарную визу. Если же у вас именно такая виза, то с 1 декабря вы можете, прийдя на работу, получить разрешение на работу и работать легально на территории Польши. То есть достаточно будет иметь разрешение на работу. Это зазволение тип А, либо же освещение. Вы также сможете податься на карту временного побыта, и все члены вашей семьи будут находиться на территории Польши легально. Что касается стоматологов, медсёстр и других медсотрудников, а также работников IT-сферы, скорее всего, вы сможете работать на территории Польши без разрешения на работу. Такой закон ещё не вступил в силу, но он на рассмотрении. То есть те иностранцы, которые будут иметь визу D23 по гуманитарным целям с аннотацией «Бизнес Полон Харбор», то смогут работать на территории Польши без разрешения. Только тех специальностей, которые Польша сейчас на данный момент требует. А это сейчас очень сильно востребованные специальности, такие как медработники, потому что нужно бороться с ковидом, понятное дело, эпидемия. Поэтому как можно больше сейчас иностранных сотрудников забирают сюда, в Польшу, чтобы им помочь сюда приехать и работать уже легально на территории Польши. Ну и а также IT-сфера. IT-сфера была всегда самая популярная. Сотрудники IT-сферы работают легально всегда, могут получить даже голубую карту, но сегодня не об этом. Вы, я думаю, что и так уже знаете об этом больше, чем я. Что же касается финансовой помощи. Да, есть фундация, которая называется «Окно на всход». И она помогает гражданам Беларуси получить помощь, финансовую помощь, единоразовую. С 16 ноября по 23 ноября вы должны будете подать данное заявление, чтобы получить финансовую помощь. Кто же может получить такую финансовую помощь? Ну, во-первых, вы должны являться гражданами своей страны, то есть Беларуси, и не иметь гражданства Польши. Второе, вы должны пребывать на территории Польши не ранее, чем 1 мая. То есть вы должны въехать после 1 мая 2020 года. Если же вы въехали в Польшу после 1 мая 2020 года в связи с той ситуацией, которая происходит у вас, вы были репрессированы, либо же были под угрозой репрессии на территории Беларуси, и у вас есть на это подтверждающие документы, находитесь в тяжелой ситуации, в финансовой тяжелой ситуации и требуете помощи финансовой, потому что у вас не хватает денег для того, чтобы платить на еду, например, за квартиру, за обучение ребенка и так далее. Но и также, если вы не получаете никакой финансовой помощи, дотации от другой фундации, солидарной с Беларусью, потому что есть еще такая фундация, которая также помогает беларусам получить какие-то бонусы, дотации, выплаты и так далее. То есть если вы с ними не сотрудничаете, а это очень важный пункт, потому что в заявлении вам нужно будет обозначить, получаете ли вы какие-то еще дополнительные выплаты или нет. Если же нет, и если вы выполняете все эти критерии, которые я перечислила ранее, то вы можете подать заявление. Заявление я вам оставлю в инфобоксе, который вы сможете распечатать, заполнить и отдать либо лично в Белосток, адрес фундации я вам оставлю здесь, а также в инфобоксе, либо же заказным письмом отправить к ним. Но самое важное, что вы должны до 23 ноября подать такое заявление. И дата подачи будет считаться тогда, когда это письмо будет уже в фундации. То есть если вы сейчас уже пишете, заполняете такое заявление и высылаете в Белосток, и оно приходит 21 числа, тогда оно будет считаться действительным. Если же вы 21 числа начнете заполнять, а почта принесет это письмо в фонд фундации 24 числа, то, к сожалению, такое заявление рассматривать не будут. Поэтому, если же ваши друзья нуждаются в помощи, и они являются гражданами Беларуси, и если вы граждан Беларуси и нуждаетесь в такой финансовой помощи, то всю информацию я вам оставлю в инфобоксе. Также я написала отдельный пост в Инстаграме. Поэтому как можно скорее, как можно быстрее заполняйте все документы и отправляйте. Какая сумма о финансовой помощи речь идет, я, если честно, не знаю. Об этом нигде не пишется. Но фундация говорит, что вам достаточно будет для того, чтобы заплатить на первое время за квартиру, либо за учебу, либо же на еду. Поэтому для того, чтобы узнать детали, для того, чтобы узнать все, что касается этой помощи, я вам также оставлю номер телефонов консультантов здесь, а также в инфобоксе. Переходите, читайте, звоните, узнавайте. Я вас только пообещаю, а дальше все за вами уже. Все, вся информация в ваших руках будет. Ну и вы, конечно же, знаете, что гуманитарная виза для белорусов, она сейчас бесплатная, поэтому каждый белорус имеет право получить такую визу и переехать в Польшу. Поэтому, имея такую визу, Д23, вы сможете работать на территории Польши с разрешением на работу. То есть, придя к любому работодателю, вы сможете получить, как и любой другой иностранец, который имеет рабочую визу. И я вам сейчас отвечу еще на самые популярные вопросы, которые мне задавали в Инстаграме, а также на Фейсбуке. На какой длительный период выдается гуманитарная виза? Так вот, гуманитарная виза выдается на срок от вашего назначения. Чаще всего виза выдается сроком до одного года, и до 365 дней вы можете пребывать на территории Польши. И да, по такой визе вы можете как и въезжать, так и выезжать многократно домой и обратно в Польшу. Следующим вопросом, можно ли посещать другие страны шенгенской зоны с такой визой, с гуманитарной визой? Да, по шенгену вы имеете право кататься. Только помните один нюанс, что по такой визе, как и в шенгенской зоне, то вы можете пребывать на территории другой страны не более 90 дней из 180. Вот, в принципе, и все самые такие горячие новости Польши. Поэтому я думаю, что граждане Беларуси сейчас имеют очень хорошую возможность, шанс переехать на территорию Польши, построить свое новое будущее и дать будущее своим детям, если есть у вас такая возможность и потребность. Поэтому действуйте, не бойтесь. Да, иммиграция – это очень тяжелый путь. Да, здесь нужно сразу снимать розовые очки, но если вы готовы бороться, если вы знаете, за что вы боретесь и для чего, то тогда просто пакуйте чемоданы, готовьте документы, берите, конечно же, с собой документы и знания, а желательно еще знания польского языка. Подписывайтесь на мой инстаграм, где вы всегда найдете самые свежие новости и самые интересные посты, касающие Польши. Ну и удачного вам переезда. Если у вас еще остались вопросы, то напишите мне ниже в комментариях. А вам желаю удачи и увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!